МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях. Карагандинские предприятия, субъекты малого и среднего беда, бизнеса увеличивают заработную плату своим сотрудникам. Предприниматели единодушно поддержали инициативу главы государства. Знай свой ВИЧ-статус. С таким призывом врачи-эпидемиологи обращаются ко всем жителям Карагандинской области. 1 декабря отмечается 30-е годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. Тема предстоящего дня – знай свой статус. Носорог, спасенный от браконьеров, женщины с Занзибара, жители Ирака, уцелевшие после долгих сражений. Лучшие фотографии, сделанные во всех точках мира, представили карагандинцам. В стенах Каргу стартовала выставка World Press Photo 2018. Еще одно предприятие города Старань поддержало инициативу главы государства о повышении заработной платы. Об увеличении оплаты труда на этот раз заявила компания СКЭП. Компания СКЭП заявила о готовности поднять зарплату своим сотрудникам. С 1 декабря планируется повышение зарплаты в пределах 5-7%. Это коснется всех сотрудников предприятия. К слову, сегодня в среднем специалиста получает от 80 до 100 тысяч тенге в месяц. Если говорить о сегодняшний день, то наше предприятие целиком и полностью поддерживает инициативу нашего президента в его последнем послании. Это речь о том, что сейчас мы весь упор делаем на повышение благосостояния казахстанцев. Цель в этом плане нашего предприятия – это в первую очередь сохранение рабочих мест, стабильной работы и повышение качественного уровня жизни. Основная деятельность предприятия направлена на производство изделий для железнодорожного и горнорудного оборудования. Ассортимент выпускаемого товара довольно широк. Здесь изготавливаются резиновые, технические и металлические изделия, которые в среднем насчитывают более 60 видов. На предприятии усердно трудятся около 50 человек. Они утверждают, что для работы созданы достойные условия. И заработная плата, и условия труда нас устраивают. У нас очень хорошие условия стали. У нас есть душевые, есть столовые, у нас есть цеха. Цеха все оборудованы. Оборудование у нас тоже все полуавтоматические. То есть у нас нет такого ручного труда, чтобы мы занимались ручным трудом. Поэтому у меня все устраивало. Как отмечает руководство предприятия, повышение зарплаты – это не только гарантирует качественный уровень жизни работников, но и повышает производительность труда, отношения и подход к работе. А это не может не отразиться на деятельности предприятия. Руководство четырех предприятий «Шахцинска» планирует повысить оклады своим сотрудникам с 1 января следующего года. Об этом они сообщили Акиму региона во время его рабочего визита. Одно из таких предприятий – производство колбасных изделий ТО «Апрель Кулагер». На 10% именно настолько будет увеличена заработная плата работников компании «Апрель Кулагер» с марта будущего года. Однако периодически руководство предприятия выплачивает своим сотрудникам премию за продажи. Кроме того, производится индексация на уровень инфляции. Обо всем об этом руководители рассказали Акиму области во время его рабочей поездки. Заработная плата на производстве колеблется от 60 до 120 тысяч тенге. Увеличивать ее будут всем работникам. Мы в принципе считаем, что все люди нужны. Есть вспомогательные службы, без которых не обойтись. Есть основное производство, есть сбыт, который занимается реализацией. Поэтому если поднимать, надо всем поднимать. У нас такая политика. Сегодня на предприятии трудится порядка 200 человек. Производится около 4 тонн продукции ежедневно. Основной ориентир в ассортименте – это желание потребителя, отмечает директор. И смотрим на запросы покупателей в основном. Кто-то хочет халал, кто-то хочет дорогую продукцию. Поэтому приходится за этим следить. И стараемся подстраиваться под потребителя нашего. Напомним, что свыше тысячи предприятий Карагандинской области поддержали инициативу главы государства о повышении оплаты труда. Следует отметить, что решение президента о повышении минимальных заработных плат напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. Кроме того, новый размер минимальной заработной платы должен стать катализатором роста оплаты труда в целом в масштабах всей экономики. С 1990 года в Карагандинской области зарегистрировано около 5300 ВИЧ-инфицированных. В регионе превалирует половой путь передачи. Такие данные привели специалисты областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. «Знай свой ВИЧ-статус» – с таким призывом врачи-эпидемиологи обращаются ко всем жителям Карагандинской области. По мнению медиков, это позволяет людям сделать выбор в отношении профилактики вируса иммунодефицита человека для защиты себя и близких. Среди обывателей бытует мнение, что заражению ВИЧ-инфекцией подвержены в первую очередь наркоманы, гомосексуалисты и проститутки. Однако статистика говорит о том, что под угрозой находится любой человек вне зависимости от статуса. Люди различных профессий, независимо от того, это, скажем, медработники бывают, это бывают учителя, это бывают служащие, госслужащие. Это могут быть с высшим образованием, не с высшим образованием. То есть разницы абсолютно никакой нет. Чаще всего, действительно, это семейные люди по последнему времени. Очень много мы выявляем при целенаправленном тестировании. То есть, допустим, сейчас уже много лет проводится тестирование, обязательно тестирование беременных женщин. И среди этой группы населения мы действительно ежегодно выявляем все больше и больше случаев ВИЧ-инфекции. То есть это люди, которые считают себя здоровыми. Это, как правило, молодые люди. Медики отмечают, что сегодня доступ к конфиденциальному тестированию остается проблемой. Многие люди проходят тестирование после того, как у них появились симптомы. Это приводит к позднему началу лечения ВИЧ-инфекцией. Многие люди не знают о своем статусе. Поэтому необходимо в дальнейшем для себя обследоваться на наличие ВИЧ-инфекции. Для того, чтобы иметь здоровое поколение. И поэтому, знаете, вести здоровый образ жизни. 1 декабря отмечается 30-е годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. Тема предстоящего дня – «Знай свой статус». В связи с этим областной центр СПИД намерен провести широкомасштабную акцию. 23 ноября в одном из торговых домов Караганды состоится молодежный флешмоб, в котором примет участие местная степ-группа. На мероприятие будут приглашены студенты вузов и старшеклассники городских школ. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Лучшие фотографии, сделанные во всех точках мира, представили карагандинцам. В стенах Каргу стартовала выставка World Press Photo 2018. Традиционное мероприятие посетил посол Нидерландов в Казахстане Дзирк Янкоп. Носорог, спасенный от браконьеров. Женщины из Анзибара, выступившие против строгой исламской культуры. Жители Ирака, уцелевшие после долгих сражений за освобождение от ИГИЛ. У каждой из фотографий есть своя история. Эти пронзительные снимки, цепляющие за живое, были сделаны фотожурналистами со всех уголков земли. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса World Press Photo. Представитель этой организации Анна Мехер рассказала о том, что делает эту выставку особенной. Эта выставка показывает то, что произошло за год. В этом году на конкурс было заявлено 73 тысячи снимков от 4,5 тысяч фотографов. Среди них были два фотографа из Казахстана. В число победителей и призеров вошли 42 человека. Решение принимало жюри из 17 человек. Они оценивают визуальный эффект снимка, смотрят на историю, которую он повествует. К примеру, мне очень понравилось фото, на котором изображены женщины Занзибара, которых учат плавать. Ведь из-за правил ислама это право есть только у мужчин. Я считаю, что это пример перемен. Жюри конкурса присудило первое место фотографу из Венесуэлы Роналда Шмидту. Он запечатлел горящего бегущего мужчину, принимавшего участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе в мае прошлого года. Подобных фотографий на выставке World Press Photo не сосчитать. Благодаря посольству Королевства Нидерландов, казахстанцы уже третий раз любуются удивительными фотографиями. На открытии выставки в Караганде с приветственной речью выступил посол Нидерландов в Казахстане Дирк Янкоп. Для меня это честь и удовольствие приветствовать вас на открытии этой выставки. Это уже третий раз, когда данная выставка приезжает в Казахстан. И второй раз, когда она открывается именно в Караганде. World Press Photo была основана в Амстердаме в 1955 году. и переросла в самую престижную платформу для профессиональной фотожурналистики в мире. В этом году 161 победивших фотографий были выбраны из более 70 тысяч конкурсантов. Масштабный конкурс проводится с 1955 года. С тех пор он превратился в самое престижное состязание фотографов, а выставка экспонируется более чем в 100 городах 45 стран мира. В Казахстане посетить выставку смогут жители Шымкента, Астаны и Алматы. У карагандинцев такая возможность есть до 16 ноября. Выставка расположилась в 11-м корпусе Карагандинского государственного университета. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Третий матч выездной серии хоккейного клуба «Сарарка» завершился поражением. 12 ноября наши спортсмены в Кургане встретились с местным клубом «Зауралье». Игра получилась напряженной, но матч завершился победой хозяев льда со счетом 3-2. Хозяевам площадки команде «Зауралье» удалось забить быстрый гол и повести в счете уже к пятой минуте матча. Автором заброшенной шайбы стал Александр Егошев. Игра проходила на высоких скоростях, соперники обменивались обоюдоострыми атаками. Но до первого перерыва заброшенных шайб зрители больше не увидели. 1-0. Команда соперника бежит очень сильно. Два человека, давление у них хорошее, поэтому нам тяжело приходится в своей зоне. Ну и как-то сами стараемся тоже броски наносить. Поэтому такая игра и получается. Во второй 20-ти минутке литовский форвард «Сарарки» Тадас Кумеляускас оказался расторопнее защитников «Зауралье» и сравнял счет в матче. Но хозяевам льда быстро удалось вернуть себе преимущество в счете. Заброшенная шайба на счету Дениса Сандора. 2-1. «Ну не все так хорошо получается. Точнее, не все моменты получается забивать. Но мы стараемся. Будем создавать еще больше. Видимо, надо больше создавать, чтобы забивать». В заключительном периоде «Сарарка», как и в прошлых матчах, стала действовать более активно. Были по-настоящему опасные моменты у ворот за «Зауралье», но сравнять счет не получилось. А вот хозяева свой момент использовали, грамотно реализовав выход 2 в 1 и увеличили преимущество до двух шайб. На то, чтобы сократить отставание желто-черным потребовалось всего 18 секунд. Исаак Валицкий точно бросил в дальний угол ворот. В оставшееся время «Сарарка» продолжила нагнетать ситуацию в зоне «Зауралье». Сергей Кудрявцев был заменен на шестого полевого игрока, но безрезультатно. Финальная сирена зафиксировала счет 3-2 победа «Зауралье». Заключительная игра выездной серии состоится в среду, 14 ноября в 19.30 по времени Астаны. В Челябинске спортсмены «Сарарги» встретятся с местным клубом «Челмет». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский областной департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики проведет прием граждан по проблемным вопросам коммунальной сферы. Прием состоится 14 ноября с 15.00 до 20.00. В Караганде по адресу улица Костенко, 6, кабинет 40. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!